В Башкортостане В Башкортостане Адаптировались к новым реалиям Ну вообще, конечно Когда только санкции были введены Первые эмоции у всех Это были шок Непонимание, что делать Непонимание, где брать сырье И санкции начали бить По именно традиционно самым уязвимым Группам То есть это по тем средствам, которые используют Микроэлектронику Или сырье, включая химию И первая серьезная проблема Оказалась с подгузниками Потому что ввели санкции на целлюлозу Но и выяснилось, что у нас в России Такой флав целлюлозу Именно распушенную целлюлозу Которая используется в средствах гигиены Это и подгузники для взрослых Подгузники для детей И для женской гигиены Не производят А на то, чтобы наладить полноценный цикл производства Все эксперты говорили, что необходимо 5 лет И огромное количество инвестиций Но когда мы собрали всех экспертов Это были и ученые И инженеры всех заводов То нам удалось за несколько месяцев придумать решение И на текущий момент отрасль чувствует себя спокойно Имеет российское и дружное сырье с Белоруссией И полностью заместилась Не во всех сегментах Картина такая Потому что мы понимаем, что есть некоторые технологии Технологии глубокие Так называемые диптех Это микроэлектроника, чипы Здесь, конечно, ситуация более сложная Но на текущий момент Она решается через параллельный импорт Практически полностью То есть сейчас можно сказать, что Революционная индустрия в России С точки зрения компонентной базы Устаканилась И вопрос, безусловно, в логистике этого Что влияет на стоимость И на сроки выхода новых изделий на рынок Потому что это всегда сертификация Регистрация качества медицинского изделия И вытекающая отсюда сложность Ну вот интересно тогда Какие технические средства реабилитации Уже удалось поставить на поток, так скажем И где еще предстоит нам Предприятиям сделать усилия Безусловно, если мы говорим Про основные группы технических средств реабилитации Которые составляют до 80% всего потребления Всего рынка Мы полностью углубили локализацию Почти до 90% средств гигиены В абсорбирующем белье Мы очень глубоко продвинулись В сфере протезирования То есть основные виды модулей Почти все производятся на территории России Но у нас задача наращивания объемов производства Потому что на текущий момент Объем производства не может удовлетворить весь спрос Хотя по качеству мы уже опережаем Даже вот пример из недавнего Одна из российских компаний Крупнейший производитель узлов для протезов Она выиграла конкурс в Израиле Для поставки в израильскую армию Для протезирования бойцов Обогнала немецких Американских и исландских производителей Это живой пример того, что мы конкурентны На мировой арене Наше качество и наша цена Не хуже иностранных Безусловно, есть некоторые даже виды узлов Для протезов Которые потребляются в небольшом объеме Например, около 60-70 штук за год Например, электронный локоть Это небольшой объем потребления Да, у нас такое не производится И разработка просто нецелесообразна Хотя сейчас у компаний все равно начинает в эту сторону двигаться Потому что есть наработки по, например, локтям или коленям Которые позволяют подойти вплотную и к этим узлам Но в целом, если брать основу рынка То более 70% протезирования уже тоже, можно сказать, что локализовано И имеет высококачественный и, по сути дела, конкурентный продукт Но, как я и сказал, нужно наращивать объем производства Чтобы удовлетворить весь спрос Тем более, что в последнее время он, естественно, растет По всем понятным причинам И только увеличивается И увеличивается запрос именно на высокотехнологичные модули Которые тоже активно стали развиваться в стране Коляски, по сути дела, большую часть тоже удалось локализовать Но есть у потребителей все равно привычки Пользоваться европейской продукцией Которые в ряде случаев превосходят по качеству И сейчас ключевой вызов перед российской промышленностью Это нарастить качество, эргономичность И пользовательские качества в тех сегментах Например, как в колясках Которые мы иногда уступаем и европейским, и зарубежным партнерам На ваш взгляд, сколько времени потребуется для этого? На самом деле, это произойдет сильно быстрее, чем нам с вами кажется По нашей оценке, до 80% рынка будет реализовано, локализовано практически в ближайшие 2-3 года А тогда у меня в связи с этим вопрос Есть ли опасения, что так получится, что зарубежные компании вернутся потом на российский рынок И будут конкурировать с нашими? Как это ударит по нашим производителям? Здесь дорога с двусторонним движением Здесь предприятие это отчетливо понимает И поэтому изначально делают ставку на качество Потому что конкурировать в итоге можно только за человека Человек с инвалидностью Сложно переоценить роль для него этого технического средства Мы с вами не можем выйти на улицу без телефона И если мы только осознаем, что у нас с собой нет смартфона Мы начинаем хлопать себя по карманам И испытываем дикий дискомфорт Как же так, у меня нет телефона Потому что это средство коммуникации Для людей с инвалидностью, для глухих, слепых, ребят с ампутацией Потерять свой гаджет, который дает им коммуникацию или ориентацию в пространстве Это намного сложнее и тяжелее Поэтому, конечно, человек, если привык к какому-то устройству Ему нравится, он никогда не уйдет Это самый верный, надежный, преданный клиент Поэтому только качество можно удерживать Но государство должно реализовывать такие меры протекционизма Преференции для российских предприятий И занимать достаточно жесткую позицию Только так мы сможем использовать сложившиеся обстоятельства Чтобы через короткий промежуток времени Мы тот префицит, который начнет образовываться из-за развития промышленности Просто пошел на экспорт Тем более, еще раз говорю, нас ждут во многих странах Это утопия, что наша продукция не востребована на экспорт Продукция российских заводов поставляется в десятки, более полусотни стран Лично я знаю, куда отправляется, включая развитые страны, куда наша продукция отправляется на экспорт Раз уж вы сами эту тему затронули по мерам поддержки производителей технических средств реабилитации Все-таки какие на сегодняшний день существуют на федеральном уровне У нас в республике в конце прошлого года была принята программа Возмещают до 50% затрат на закупку оборудования и технологий По федеральной линии есть какие-то инновации? Конечно, в целом в России существует утвержденная правительственная стратегия развития революционной индустрии Есть комплекс мер, которые регулярно актуализируются Есть планы импортозамещения Есть большое количество мер поддержки Как со стороны федеральных органов исполнительной власти, в первую очередь речь о Минпромторге России Так и институтов развития, это фонд содействия инновациям, фонд Сколково, агентство технологического развития, фонд развития промышленности и многие другие Из наиболее востребованных это безусловно субсидии на НИОКР, то есть это на разработку новых моделей, новой компонентной базы Это и в сфере радиоэлектроники, и в сфере медицинской промышленности, и обрабатывающей промышленности Это те сферы, те отрасли промышленности, которые охватывает революционную индустрию Она вообще более 16 отраслей промышленности в себя вбирает, так как это такой конечный продукт, но комплектующий в нем из разных отраслей Это первое, второе это льготные займы, это фонд развития промышленности, займы на модернизацию производства И в связи с этим то, что в республике приняты меры именно компенсации затрат на закупку оборудования, это самая востребованная сейчас мера И здесь Башкирия даже впереди федерации, потому что на текущий момент только обсуждаются меры по субсидированию именно закупки оборудования И отдельно стоит реинжиниринг, это агентство технологического развития, которое помогает предприятиям, которые заявляют, что нам нужен этот винтик, этот моторчик или любую другую деталь Ее нужно переработать обратным инжинирингом и сделать аналог И это тоже крайне востребованная мера, но рынок в первую очередь просит меры поддержки именно с бытовыми То есть это преференции при закупках и пошлины при ввозе То есть просто повышенные пошлины на импортные товары Мы все время как-то очень мягко ведем себя в этом плане, я имею в виду мы как Россия Если посмотреть любые мировые практики, когда в стране начинается стратегия развития какого-то сегмента промышленности Моментально вводятся ограничения для импорта в страну этот продукт Мы очень мягко к этому подходим, мне кажется, что сейчас самое время переосмыслить это и действительно просто поставить заградительные барьеры для иностранных продукций, на которые у нас есть аналоги, не уступающие по качеству Иван Владимирович, в прошлом году Вы оценили объем рынка технических средств реабилитации в 72 миллиарда рублей Вот в этом году во сколько оцениваете и сколько приходится на российские компании? Сейчас рынок оценится уже выше 100 миллиардов Это связано с несколькими факторами Это и рост числа потребителей на высокотехнологичные технические средства реабилитации В том числе связано с итогами и проведением специальной военной операции Мы понимаем, что у нас появляется новый пласт потребителей, молодых активных ребят Которым нужны именно передовые высокие технологии, которые позволяют максимально безболезненно адаптироваться к новым реалиям И это, конечно, связано и с повышением цен Основное повышение цен пришлось именно на изменение логистических цепочек И на необходимость перерегистрации изделий и прохождения новых испытаний и апробаций Таким образом, действительно, уже более 100 миллиардов рублей рынок сегодня составляет Это и эволюционное оборудование, и технические средства реабилитации Оценить на текущий момент именно долю российских достаточно лучших Она уже существенно больше 50% Но надо понимать, что в этих 50% лежит все равно еще часть импортозависимости То есть мы сейчас переходим на новую систему оценки российскости, если это можно так сказать То есть если раньше считалась двалорная доля, то сейчас бальная система критериев оценки То есть разные технологические операции и разные узлы в процессе производства По каждому изделию присваиваются отдельные баллы И исходя из этого считается российская это или не российская Я думаю, что где-то в течение года мы сможем уже объективно, честно и прозрачно оценить уровень российских технологий А российская промышленность, он существенно больше 50% Интересно, насколько выросли цены на технические средства реабилитации? Здесь картина неоднородная По некоторым сегментам произошло наоборот падение цен снижения Как раз за счет того, что прямым текстом скажу Ушли западные лоббисты, которые держали высокий уровень цен А российский товар не допускался Российский вышел, но он вышел со своими ценами И по некоторым сегментам произошло наоборот падение А так, в целом, в среднем, если так, в среднем по больнице То, наверное, от 15 до 30% по некоторым сегментам произошел рост Это с какого года? За этот год? Это, если брать до введения санкций То есть за этот год, скорее, ситуация стабилизировалась И сейчас мы видим наброс снижения цен по отношению к предыдущему периоду Иван Владимирович, все-таки подробнее хотелось бы узнать Да, какие инновационные технологии сегодня есть в России Вот в системе, так скажем, комплексной реабилитации и абилитации Давайте я пройду по каждой инозологии Выберу по одному, по два примера Значит, когда мы говорим про людей с инвалидностью Первый образ – это человек в инвалидном кресле Поэтому кресло-коляски с этого начну Уже сейчас и на выставке «Ломай барьеры» это представлено Можно посмотреть, мы видим уникальные карбоновые коляски Которые позволяют, очень легкие и маневренные Это для активного образа жизни И, наоборот, электроколяска, которая может не просто эффективно передвигаться по городу А если ей нужно преодолеть большое препятствие, например, лестницу Переходит на гусеницы и ездит сама по лестнице Это решает еще одну важную проблему, которую сегодня мы также активно обсуждаем Нам нужно создавать доступную среду, а там, где это невозможно создать, старый жилой фонд Вот такие решения, они помогают Кстати, эта коляска до санкций участвовала в международных соревнованиях Была признана лучшей в мире Это вот такие примеры Идем дальше Опять же, по сегодняшней выставке просто идем На выставке сегодня представлено много решений Остановлюсь на двух, которые представляет одна и та же некоммерческая организация лаборатория СенсорТех Они представили умного помощника Робина Это такая умная камера, которая позволяет незрячим ориентироваться в пространстве Она замеряет расстояние до объектов Распознает объекты, распознает людей, их лица, читает тексты, переводит это незрячим Это уникальное решение И с этого года оно включено в федеральный перечень технических средств реабилитации И представляет за счет средств бюджета бесплатно людям с инвалидностью И рядом представлена разработка завтрашнего дня Это картикальный имплант Элвис Который имплантируется напрямую в кору головного мозга И передает с камеры изображение в ту часть головного мозга Которая часть заформирования зрительного образа Это кажется каким-то будущим, но это уже настоящее У коллег идет испытание на животных, сейчас на обезьянах И они показывают эффективность Но это огромный проект, который связан с разработкой уже собственного чипа Собственной сетки электродов, компьютерного зрения, искусственного интеллекта и много чего Если идти по слуху, там же рядом представлен уже первый прототип российского кахлярного импланта Мы очень сильно продвинемся по слуховым аппаратам Мы конкуренты на международной арене И так, наверное, можно в каждом сегменте приводить Последнее, скажем, мы видели большое количество реабилитационных тренажеров В том числе для психологической реабилитации В виртуальной реальности И, конечно, то, какое количество таких уникальных технологий появилось за полтора года Такой динамики нету нигде в мире Это правда прорыв А вот у меня в связи с этим вопрос Насколько вообще интересны ассистивные технологии венчурным инвесторам? Мы понимаем, что здесь роль государства очень существенная 75% рынка Не ограничивает ли активность, так скажем, участие частного инвестора? Частным инвесторам, конечно, очень тяжело входить в этот рынок Он высоко рисковый, именно по причине того, что все зависит от одного заказчика От государства И нет никакой гарантии, что твоя маркетинговая стратегия Даст такие существенные преимущества И инвестору сложно просчитать Он видит вообще для частного инвестора Все, что связано с одним заказчиком Это всегда, любая монопсония, это большие риски Плюс, будем объективны, в России венчурные инвестиции нельзя назвать сильно развитым сегментом Потому что даже в этом сегменте венчура превалируют государственные средства Государственные фонды поддержки Государству очень тяжело рисковать Там, где коммерческий инвестор просчитывает риски Управляющий государственным фондом Оценивает риски с точки зрения не финансов, а с точки зрения уголовного кодекса Потому что объяснить проверяющим органам, почему ты вложил в проект, он не принес деньги А ты вложил в бюджетные, бывает зачастую сложно И это правда тормозит Нам нужен приток частных денег Потому что с деньгами приходит еще и умный инвестор Который может обеспечить Но сейчас спрос сильно повышается на прямые инвестиции Крупные промышленные финансовые холдинги Начинают смотреть в сторону приобретения активов С целью из них выращивания Из среднего выращивания крупного бизнеса То есть таких корпораций в сфере реабилитации И не буду называть брендов Но это крупные финансовые промышленные корпорации российские И они активно смотрят в этом направлении Это и госкорпорации, и частные большие компании То есть прямые инвестиции развиваются динамично Венчурные наши оценки, что пока что, конечно, нельзя назвать К сожалению, время программы у нас уже подходит к концу Иван Владимирович, хотелось бы с вами еще поговорить Об обязательной маркировке Сегодня в России уже подлежат маркировке более 40% технических средств реабилитации Вот буквально на днях, с 15 октября, да, стартовал эксперимент По маркировке также костылей, опор, поручней, функциональных узлов протезов, да, и так далее Вот какой процент все-таки тогда рынка, да, хватит системой, на ваш взгляд? По сути дела, это 98, ну почти 100% рынка И это крайне важно, потому что это позволит Вот вы среди примеров привели функциональные узлы для протезов Потому что на текущий момент никто объективно не может сказать Какое комплектующие стоит в протезе у человека В том числе, возможно, это бушное Возможно, это несоответствующее ТЗ и так далее, и так далее И это позволит с серым рынком бороться с контрафактом И это позволит как раз все меры поддержки, о которых я говорил, делать более точечным Мы сможем дойти с мерами поддержки до того, кто реально использует отечественные узлы Отечественное сырье и отечественные комплектующие И маркировка, это ведь не только вопрос контроля за оборотом изделия Это аналитика потребления, это позволит более эффективно строить программы поддержки И возможно, позволит и частным инвесторам увидеть, где есть спрос, где есть быт И какие технологии наиболее востребованы с точки зрения инвестор-привлекательности Но вы ранее отметили, что цены на технические средства реабилитации с 2021 года увеличились на порядка 15-30% С введением маркировки, все-таки, насколько увеличится конечная цена для потребителя? Мы же понимаем, что есть определенные затраты и на оборудование, и на систему маркировки Конечно, но я скажу обратную связь от большей части предприятий, которые находятся в эксперименте по маркировке Какие пробы сейчас это делают? Безусловно, у всех это дополнительные расходы В первую очередь, это внедрение и оборудование нового программного обеспечения, которое требует перестройки своих ERP-систем и многого другого Но все держат для себя задачей остаться в этой цене и повышение цены, чтобы не произошло, чтобы это осталось в пределах допустимых норм Рынок хочет откатываться обратно до кризисной цены, понимая, что потребительский спрос в этом сегменте не растет И поверьте, производители именно технических средств реабилитации не совсем обычные предприниматели В каком смысле? Когда ты работаешь каждый день с этой категорией, ты понимаешь, для кого ты это делаешь И твоя задача сделать его доступным И поэтому цель все-таки не остаться в цене, а наоборот ее снизить за счет развития конкуренции Иван Владимирович, спасибо большое за интересную беседу, желаем вам удачи в работе Спасибо